Особое мнение на 101FM Быковой исполняется 69 лет И вот в день своего рождения Собственно говоря Он услышал приговор Апелляционной инстанции В областном суде он был оглашен Дело Владимира Быкова Отправили на новое рассмотрение Подсудимого освободили в зале суда Не очень понятно Что происходит То есть по делу электронного проездного Был оправдательный приговор Напомню, он оставлен апелляционной инстанцией И все ли по всем остальным эпизодам Направили на новое рассмотрение С новым составом суда Когда это будет пока не очень понятно Ощущение такое, что все больше и больше Затягивается процесс Я бы не сказал, если честно Для Владимира Быкова Эту ситуацию назвал бы веселой И праздничной Да, действительно Есть решение апелляционного суда Действительно дело отправлено На пересмотр, на досмотрение На смену судейского состава Безусловно Все эти вопросы будут затягиваться И безусловно Владимир Васильевич будет Все так же в подвешенном состоянии находиться Не самое приятное состояние Не самое приятное состояние Но явно лучшее состояние Чем находиться в местах Не столь заключенных Прямо сейчас Здесь и сейчас Поэтому Для него, конечно Не самое веселое состояние И настроение Но с точки зрения Уголовного процесса Уголовного права Здесь мы видим Определенный прецедент Потому что я никогда Не видел таких Таких длинных Длинных разбирательств По таким серьезным вопросам Но тем не менее Вот Фемида так считает Фемида принимает Такие решения В этой ситуации Ни в коем случае Не пытаюсь там Поспорить с Фемидой Будет новое заседание Будут новые судьи И может быть Результат будет Немножко другой Ни в коем случае Еще раз повторяю Не хочу желать никому Ни обвинительного Ни оправдательного Приговора Я думаю Что в этой ситуации Суд сам разберется На чьей стороне правда Кто действительно виноват Кто действительно прав И будет вынесено Справедливое решение Я напомню Что Владимира Быкова Признали виновным По статье Получение взятки В особо крупном размере Приговорили его К 8 годам колонии Строгого режима Штрафу В 15,5 миллионов рублей По одному из тех эпизодов В которых его обвиняли По всем остальным Приговор был оправдательным Ну и вот собственно Он был оспорен С той стороны и с другой стороны То есть защита Владимира Быкова Говорила о том Что он не виновен соответственно А обвинение говорило Простите Остальные составы Как а что мы зря работали Что ли Мы можем предполагать вообще В какую сторону Качнуться весы Нет Если честно Неблагодарно это занятие Да Предполагать в какую сторону Посмотрит Фемида Голова Фемиды Ну Мне кажется Что Здесь будет все равно Справедливое решение Справедливый приговор Не знаю Каким он будет Насколько он будет суровый Или наоборот мягкий Я думаю Что Не стоит гадать На кофейной гуще Дождемся ли мы Каких-то решений До выборов сентябрьских Я думаю Что нет А почему Судебный процесс идет Долго Идет определенный Проходит определенные этапы Я не думаю Что до сентября месяца Эти этапы будут завершены Понятно Ну тем не менее День рождения У Владимира Васильевича Может быть Оно и к лучшему Что он этот день проведет Как я понимаю Не в заключении Ну от себя хочу Поздравить Владимира Васильевича С днем рождения Спасибо Алексей Человек Человек имеет право На праздник Это его праздник День рождения Владимир Васильевич Если вы нас слушаете Слышите Поздравляю вас Понятно Ну что Переходим К вот такой Политической Скажем так Составляющей Да Сегодняшней нашей программы Мы понимаем Что сентябрь все ближе Сентябрьские выборы Которые будут Двухдневными Кстати Алексей Да Удивительно Для Кировской области То есть у нас Была привычка Однодневных выборов Стали вырабатывать Привычку Трехдневного голосования И в этом году Уже будет Двухдневное голосование Посмотрим Избирком пояснять Что это для реализации Как это будет выливаться Наиболее полный Избирательных прав Кировчан Но вероятно Это связано с тем Что начало сентября Это уборка урожая И если ты в субботу Убираешь урожай То ты придешь Голосовать в воскресенье А если вдруг В воскресенье По прогнозу Будет Солнечно А в субботу Дождливо То ты придешь Голосовать в субботу А в воскресенье Поедешь копать картошку Если честно Назначение Единого дня Голосования В нашей стране На Например На осенние Выходные Я всегда расценивал Исключительно С психологической точки зрения Так называемых Политтехнологов Которые Не просто так Выбирают определенные Даты для голосования Вы же знаете Что в начале сентября В нашей стране Так называемое Бабье лето Красиво Тепло Жарко Светит солнышко Люди После сезона отпусков Загоревшие Отдохнувшие У людей Поспевает Великолепный урожай Все Какой прекрасный сентябрь Все не нарадуются К сентябрю месяца В большинстве городов Отремонтированы дороги Одногодичные Как я их называю То есть у нас дороги Укладывают на один год К сентябрю месяцу Эти дорожные работы Уже почти завершены Ездить приятно Ездить приятно Зеленая трава Зеленая листва У людей В замечательное настроение И с таким замечательным настроением Люди приходят На избирательный участок Как вы думаете За какую Политическую силу За какую партию Или кандидат От какой политической партии Вероятнее всего В таком Замечательном настроении Будет голосовать Наш избиратель Согласитесь Это ответ очевиден А когда Выборы были Ответ очевиден То есть за ту За ту политическую силу За правящую политическую силу Которая руководит Всеми этими же процессами Ремонтом дорог А когда Единый день голосования Или Не единый день голосования Когда у нас были Разрозненные выборы В разные даты Были голосования И в апреле И в марте месяце Представляете Что в марте месяце Происходит абсолютно Во всех российских городах Серость Скользкость Грязь Разбитые дороги Полное отсутствие Зелени Газонов Собачьи какашки Собачьи какашки Извините Нет никаких огородов Цветы не цветут И так далее У людей Все устали После зимы Безусловно Рабочая депрессия Отпускающая Ни у кого не начались У людей Подавленное Пессимистичное настроение И вероятность Того Что избиратель Проголосует За оппозиционную силу Или за оппозиционного Кандидата Существенно выше Вот именно Поэтому Сейчас И Именно поэтому Сейчас Единый день голосования У нас В бабье лето В начале Сентября Когда вводили его Кстати Говорили многие Что это сделано Для того чтобы Сушить явку Потому что Многие на участвах Приусадебных А не избирательных В том числе Потому что Большинство наших избирателей Естественно Это люди Пожилого возраста У нас вообще Вся политика Нацелена на Избирателя Пожилого возраста А как вы знаете Люди пожилого возраста Большинство Времени проводят На дачах В садах В огородах И как раз В начале сентября Активная уборка Урожая И безусловно Выбор Именно этой даты В том числе И нацелен на Сушку явки Но тем не менее Два дня То есть Есть шансы Что придет больше людей Но тем не менее Именно выходные Больше всего Люди Любят работать Понятно В садах И в огородах И вы не даете мне Никак позитив найти В этой новости Так и есть А все остальные Кто не на грядках Те кто не в садах И в огородах В приподнятом настроении С улыбкой на лице И идут на избирательный участок Слушайте Ну тогда Вот не очень понятны Опасения Некоторых политологов Которые Говорили о том Что может быть В Рио Губернатор Александр Соколов Сделал ошибку Когда Заявился На выборы От Единой России Дескать У Единой России В Кировской области Не самый высокий был процент Судя по последним выборам В Государственной Думе И Законодательное Собрание Это будет ему скорее мешать Чем поможет Я слышал о таком мнении О том Что зря Соколов Заявился от Единой России Мол действительно Партия имеет Невысокие результаты В нашем регионе У нас регион все-таки Больше оппозиционный Слава Богу И Есть вероятность того Что он не наберет Нужное количество процентов Но если честно Это все разговоры От Лукавого Я не думаю Что за 22 года Построение Бесконечной вертикали Власти Назначение Губернаторов Из Москвы Формальное согласование В ЗАГС Собраниях Вот вся эта система Все эти этапы Которые создавались Там 22 года Я не думаю Что они сегодня Дадут слабину И На предстоящих Губернаторских выборах Кандидат Предложенный президентом Назначенный Москвой Согласованный Скажем так Со всеми инстанциями И предложенный Предложенный Вятскими Элитами Неправильно Выразился Предложенный Вятским Элитам Вот так вот Я не думаю Что этот кандидат Проиграет Ну ни при каких Раскладах Ни за какие Ковришки Оппозиционный Кандидат На сегодняшний день При такой Политической Вертикально Интегрированной Политической Системе Кандидат От правящей Партии От предложенной От администрации Президента Приграет Ну это невозможно Нереально Это не верите В это А есть Как вы думаете Какой-то процент Который поставлен Александру Соколову Это безусловно Такая планка Сколько он должен Набрать В Кировской области Безусловно Такие проценты Существуют Это говорит о том Что Действующий В Рио Губернатора Провел Определенную Работу В регионе И собрал Определенную Определенную Поддержку Вокруг себя Потому что Вы же знаете Что такое выборы Это столкновение Политически Экономических Элит В регионе То есть От того В какую сторону Смотрит Политическая Экономическая Элита В регионе Зависит Процент И явки И процент Поддержки Какого-либо Кандидата Так вот Если Процент Поддержки Соколова Будет Ниже Определенной Планки Эту планку Я назвать Не могу Но мне кажется Она в районе Пятидесяти процентов Подождите Район пятидесяти процентов Это прям как-то Очень тонко Это прям вот уже К второму туру Близко Не меньше Пятидесяти процентов Безусловно Если Если Эта Планка Стоит В районе Пятидесяти процентов Если в Рио Губернатор Набирает Меньшее количество Голосов И побеждает Да С этим Меньшим количеством То безусловно Будут определенные Вопросы Подождите Как он может Побеждать С меньшим количеством Голосов Пятьдесят процентов Это же второй тур По-моему Нет Нет Если остальные Кандидаты Набрали Меньшее количество Голосов Там нет Второго тура Подождите Ну ладно Окей Может быть я что-то путаю Надо посмотреть Законодательство Так вот В этой ситуации Я думаю Что безусловно Будут вопросы К Рио губернатора Но еще раз повторяю Я не верю В те байки Что Соколов Может проиграть Губернаторскую Гонку Губернаторскую Компанию И что за него Проголосует Меньшинство избирателей Я в это не верю И какие бы Оппозиционные Кандидаты Сейчас не выставлялись В современных Политических условиях Победить Ну практически Нереально В Рио Роман Данилин Генеральный директор Группы компании Инмедиа В своем телеграм-канале Кстати Собрал любопытную статистику По тому Сколько набирали Процентов на выборах Предыдущие главы Кировской области Владимир Сергеенко В 96-м году Победил с результатом 50,46 Сотых процентов В двухтысячном 58,3 Это какие-то Прямо такие Вот очень скромные Получаются Проценты На фоне того Что мы видим В последнее Десятилетие Да Николай Шаклеин 2003 год Ну почти 63 Процента Никита Белых В 2014 году Я напомню Были одни выборы На которых Избирали Никиту Белых Губернатором До этого он был назначен Почти 70 Процентов В 2014 году В 2017 году Игорь Васильев Который Никиту Белых Сменил Набрал 64 Ну и вот Сколько будет Интересно Александра Соколова Роман Данилин Тоже задает С этим вопросом Пишет о том Что лучший Результат Был у Никиты Белых И я помню Что Никита Юрьевич К этому моменту Он же проработал Уже 5 лет В регионе Он довольно активно Общался И с людьми И с элитами И с бизнесом И с общественниками И вот Поведение Александра Соколова Несколько напоминает В чем-то там Никиту Белых Потому что он Более открыто Как-то себя ведет Нежели Игорь Васильев Так и есть Первые Первые дни Пребывания В Рео Губернатора На посту Показывают Что человек Достаточно открытый Человек Использует Максимальное Количество Информационных Поводов И региональных Проблем Для создания Этих Информационных Поводов То есть Вспомните Ситуацию С этим Крематорием На Луганском Проезде Когда Действительно Важная Актуальная Тема Для тысяч Кировчан Была просто Подхвачена Буквально Там За один За два Дня В Рео Губернатора И своим Решением Он предложил Городской Администрации Не выдавать Разрешение На строительство Этого Объекта И вот Таких Информационных Поводов Которые создал Александр Которые создал Соколов Уже за Несколько Дней Я думаю Что Тем самым Он показывает Свою открытость Оперативность И Но Действительно Можно отметить Что Человек работает Пока в формате Ручного управления Безусловно Создать какую-то Систему Там За несколько Дней За месяц Своей работы Невозможно И сейчас Человек работает Исключительно В формате Ручного управления То есть Приходит проблематика Человек нажимает На рычаг Дергается За рычаг Нажимает на ту кнопку Кто эту проблематику Должен решать Вызывает к себе На ковер И говорит Так Вот у тебя Проблема Иди решай То есть Это формат Ручного управления Сидение За пультом И Мне кажется Пока Она Пока Вот эта работа Себя оправдывает И этот формат Себя оправдывает Мне кажется Что если и дальше Он будет продолжать Работать в таком же духе В таком же формате Как минимум До сентября Месяца То Проблем на выборах У Кандидата не будет Слушайте Ну мне кажется Что до сентября До сентября Это еще понятно Это избирателю нравится Пока не сформировано А вот так Такой стиль работы Такой стиль работы Когда начальник Все контролирует Избирателю нравится Когда главный Нажимает на кнопки Тех людей Которые должны Выполнять Они бегают Шуршат Вот в таком формате Работы Для избирателя Это лучший Лучший формат работы Рамотная тактика Да такая получается Ну таких называют Эффективные менеджеры В ручном управлении Слушайте На самом деле Может быть до выборов Это и хорошая тактика Но честно говоря После выборов Хотелось бы видеть Все-таки Немножко другое Системную работу Немножко другое Этого же сити-менеджера Или министерского пола Это выполнять Свои функциональные Обязанности Без писем Жителей А знать эту Проблематику Что называется На местах Понятно Ну вот Мы так плавно Подбираемся Просто к вопросам Команды Главы региона Да Я понимаю Что наверное Та тактика Которая избрана Сейчас Да Потому что мы не видим Пока громких Негромких отставок Мы не видим Мы не видим Пока Ни там Обещаний Кого-то убрать Ну Кроме там Личных каких-то Да Условных заявлений Как вот Алексей Котлячков Министр сельского Хозяйства и продовольствия Который вроде бы сказал Что доработает Точно до выборов Там Да А дальше А дальше Видимо уходит СМИ по крайней мере Так сообщают Тем не менее Телеграм-канал Ждут Пишут Когда Когда Почему Почему нет Никаких громких отставок Но до сентября Это нецелесообразно После сентября Нужно это делать Я думаю Вы абсолютно правы Что прямо сейчас Рубить шашками И махать Этой шашкой Налево-направо Сейчас нецелесообразно Почему Потому что человек Что называется Вживается И вливается в коллектив То есть Человек Оказался на руководящем посту И у него есть Огромная команда Вы представляете Какой пол Чиновников Исполнителей Так называемых Там Униципальных И областных менеджеров Находится в его подчинении Просто так Кого-то увольнять И кого-то назначать Будет политически И кадрово Неэффективно И неграмотно Мы прекрасно знаем Помните Когда Господин Васильев Пришел в наш регион Первым делом Что он сделал Он притащил за собой Притащил за уши Всю свою команду Росреестровскую Краснодарскую Казанскую Каких только товарищей Из Москвы были люди И московскую Питерскую Каких только товарищей На нашей земле Не побывало Все они там Не задерживались Больше года Вокруг них Околокоррупционные Всякие проблемные шлейфы За ними постоянно Волочились И к чему это привело Шульгин сидит На скамье подсудимых Плитко сидит На скамье подсудимых Этот Палюх Сидит на скамье подсудимых И так далее А сколько еще уехало А сколько в бегах Находится А сколько краснодарских Этих всяких Росреестровских товарищей В непонятном статусе Прямо сейчас находятся Поэтому вот та политика Когда вновь назначенный Или там избранный Или пришедший руководитель Тащит за собой Свою собственную команду Причем не из этого региона А из других регионов Она показала свою неэффективность И неправильность Я считаю что Соколов все таки Безусловно получает Бесконечное количество Аналитических записок И от местных функционеров И от московских коллег И безусловно Такое поведение Ему не советуют То есть И безусловно В следующем После избрания Губернатора Если оно состоится Человек будет В том числе Ориентироваться И на местные команды И на местные Кадровые ресурсы При принятии Кадровых вопросов Я безусловно В этом убежден Потому что Политика новых команд Варяжных команд В Кировской области Никогда Испокон веков Не работало На Вятской земле Не любят Бесконечных варягов Не любят Насаждения Чьего-либо мнений Каких-либо Решений Все мы прекрасно Помним Как Вятские элиты Жаловались На вот этих Краснодарско-московских Казанских Чиновников Которые Сидят на ногу На столе В своих кабинетах Покуривают сигары И раздают Примитивные И вредные Распоряжения Вот Я считаю Что такого Повторяться Не должно Команда Должна быть местная Да действительно У человека У Соколова Может быть Свои доверенные Лица Из других регионов Из других Из Костромского Правительства Почему бы и нет Процентное соотношение Какое-то должно быть Между местными приезжими Из аппарата Госсовета Почему бы и нет Есть доверенные Лица В которых он уверен Которые показали Свою эффективную работу И вот Этими доверенными Лицами И эффективными Управленцами Можно разбавлять Кадровый Политический Управленческий Бомонд В нашем регионе Местный Местный Да А если Тащить всю команду На пазике Из-за бугра Из других регионов Ну вот Будет точно такой же Результат Как с командой Василия То есть Вы предполагаете Что лучше делать Ну условно Там основная масса Это кировская Да Верхушка Я не знаю Как назвать Кировское правительство И в этой Команде Есть несколько человек Это люди Которых Которые доверенные лица Знает Александр Соколов И которые показали Не просто доверенные Не просто доверенные И лояльные А которые показали Свою эффективность Грамотность И показали Свои отличные Менеджерские качества На других постах В том числе Там В других регионах Почему бы и нет Это только Приятствуется Алексей А вот Я не знаю Конечно Всегда возникает Подозрение Такой Люди Которые работали Например В Москве И получали Совсем не кировские Зарплаты Вот зачем им Ехать В такой регион Как Кировская область Когда Александр Соколов Только приехал И вот помню Там первые неделя Две Наверное Еще по-моему С Марией Бутиной Они вместе Эти заявления Делали О том Что чуть ли не Кадровый конкурс Какой-то Объявят По всей России Привезут сюда Лучших Лучших кадров Я не очень понимаю То есть зарплата В нашем правительстве Она Ну наверное Там средняя По стране Что называется Да Никакие-то безумные деньги Человек с хорошим Управленческим потенциалом По-моему Мы с вами уже Даже об этом говорили В коммерческой компании Москвы Заработает Ну раза в два В три больше Например Да При этом у него Не будет тех рисков Которые несет человек На госслужбе Я прежде всего Имею в виду Риски перед Правоохранительными органами Потому что мы видим Шаг вправо Шаг влево Любой неосторожно Подписанный документ Может обернуться Для тебя Судебными Какими-то разбирательствами Даже если не было Умысла И не было корысти Какой-то Просто неосторожность Ну и самое-то главное Риски Перед людьми Конечно Потому что Твои решения От твоих решений Зависит судьба Тысяч Тысяч Это уже прямо Какое-то благородное Просто Водитель там Какой-то коммерческой структуры Даже в Москве Там С окладом 700-800 тысяч рублей У вас В подчинении Может быть И 20 всего лишь человек И судьба Только 20 человек От вас зависит А здесь От вас может зависеть Судьба 200 тысяч человек От вашего решения Поэтому Безусловно Эти риски У каждого Кто сюда приезжает В голове возникают И когда вы Задаете правильный И справедливый вопрос Почему Вы меняете Такую Высокую Высокую зарплату Высокий доход На местный Безусловно Низкий доход Потому что У нас Нельзя просто так Под какого-либо чиновника Взять и взвинтить Зарплату Ну под какого-нибудь Министра промышленности Взять и назначить Зарплату В 950 тысяч рублей Ну такого В Кировской области Невозможно Закон Закон просто Не позволяет И Безусловно Приехать сюда На высокий Министерский пост Или еще На какую-то Важную Высокую должность С понижением Существенным Понижением Уровня дохода И оклада Ну не знаю Что должно Двигать Человекам Скорее всего Жажда Жажда Реализации Каких-либо Собственных Амбиций Или жажда Реализации Собственных Проектов Или Как-то Реализовать себя Или показать Еще большую Лояльность Губернатору Который может быть Когда-нибудь Вырастет Вырастет Вернется в Москву Обратно вырастет До московских Федеральных Лестниц И кабинетов И вместе с ним И заберет тебя с собой И вместе с ним Уже быть На какой-то другой Более высокой должности То есть Мне кажется Именно такие мысли Должны преследовать Иногородних Управленцев А те команды Которые пазиками Сюда завозились Командой Васильева Вот эти Так называемые Иногородние Менеджеры И управленцы Безусловно Они так не думали Они думали Исключительно Своим карманом То есть Они не думали О каких-то Долгосрочных Перспективах Карьерного роста А думали О каком-то Ну о какой-то Сиюминутной Выгоде Так и есть И их работа Там кто-то По три месяца Работал Вы же знаете Примеры У нас Министр По три месяца Работали Вы же помните Эти легенды Да Я не помню Про кого Про Мищенко По-моему Это рассказывали Да Когда человек Приехал Выпал снег И И подходили С вопросами Да Что делать С этим снегом Ведь надо убирать Он говорит А зачем убирать Растает же Через три дня Ну вот Разница между Закировым и Краснодаром Такие есть Человек испугался Наших морозов И сугробов Хорошо Еще про выборы Губернатора Очень коротко Хотел спросить У вас О том Почему мы не видим Активного движения Оппозиционных партий В этом направлении Видим Что пока официально По крайней мере Только от КПРФ Сергей Мамаев Заявился Сказал Что готов Это вечный кандидат Вечный противник Вечный оппонент Вечный кандидат Сколько я себя помню Во всех избирательных Компаниях Губернаторов Сергей Павлинович Встречался Против него Всегда была Определенная работа Правящих Кандидатов Губернатора От Единой России И Сколько себя помню Постоянно Какая-то чернуха Против него лилась Но он тем не менее Не сдается Бесконечные газеты Изымались листовки Целыми газелями Изымались Что попало Происходило против Этого кандидата Но человек Не сломлен Готов продолжать Свою борьбу И свой политический И свой политический путь И будет Все так же бороться За кресло губернатора Хорошо Это Сергей Павлинович Называли Еще несколько фамилий Но мы их пока не видим И пока даже Заявления от них Не видим Что мы пойдем Ну в частности Владимира Костина Называли от ЛПР Как одного из кандидатов Где Я вам в самом начале эфира Об этом и рассказывал Что та вертикально Супер вертикально построенная Система назначения Так называемого Губернаторов И формального Их потом выбора Ее практически Невозможно сломать И таких прецедентов Ну практически На моей памяти не было Смысла нет И поэтому Любой оппозиционный кандидат Или политическая партия Для себя принимают Взвешенное решение Стоит ли нам Выдвигать Своего кандидата Стоит ли нам Проигрывать На этих выборах Стоит ли нам Вкладывать деньги В эту избирательную кампанию Это же Не просто так Это же Не просто Сдать документы И в списках почиститься И сиди себе И сиди себе Надо же проводить Избирательную кампанию Это все стоит денег А может быть Эти деньги лучше направить На выборы В Кировскую городскую думу Где победа оппозиции Является гораздо Гораздо более прозрачной И ощутимой Нежели на губернаторских выборах Поэтому любая политическая партия Принимает для себя Взвешенное решение Выставлять кандидата Не выставлять Сильного Слабого Лидера партии Или наоборот Технического кандидата Это Прерогатива Любой политической партии Выбирать решение Самостоятельно Но я Еще раз подчеркиваю Что Та система Которая сложилась Не позволяет Эффективно бороться Оппозиционным кандидатам С назначенным в Рио губернатор Простите, Алексей Ну вот В таком случае Мы ведь Когда-нибудь Можем прийти к модели Которая была у нас В советское время Вы-то, наверное, не помните С единственным комбинатором А я-то помню Да-да То есть это были Вроде как выборы На самом деле голосование Просто одобрение Плюсик надо было поставить За кандидатуру И все Или минус Ну если честно Последние 20 лет Собственно Это и происходит Собственно Это и происходит Наличие других фамилий Не должно вас смущать Ну имеется ввиду В списках избирателей Кандидатов Наличие других фамилий Вас не должно смущать Зачем тогда эти декорации И так 20 лет Примерно такая система И происходит Когда есть один Весомый кандидат И собственно Задача избирателя Показать Либо ему доверие Либо недоверие А голосование По другим кандидатам Является лишь выражение Недоверие Этому кандидату А недоверие К тому кандидату За кого проголосовали Понятно И пар люди выпускают Таким образом Таким образом Эффект скороварки Он работает Он существует Уже 20 лет Когда надо же Спускной механизм Клапану Скороварки Немножко приподнимать Чтобы пар выпустил Понятно То есть еще не факт Что мы увидим кого-то Кроме Сергея Павлиныча В списке кандидатов Я так и думаю Что вас не должно Смущать наличие Других фамилий Понятно Алексей Кузьмин В нашей студии Предприниматель Депутат Кировской Городской Думы Пятого Созыва Уходим сейчас на рекламу А про Гурдуму Будем говорить уже после нее Особое мнение На 101FM Возвращаемся в эфир Алексей Кузьмин В нашей студии Предприниматель Депутат Кировской Городской Думы Пятого Созыва А про выборы В Кировской Городской Думе Которые состоятся в сентябре Мы с Алексеем Будем говорить прямо сейчас Та же самая, кстати говоря, картина. Тоже нет особой активности пока. По крайней мере, нет особой активности от оппозиционных сил. И это удивительно, учитывая опыт предыдущих выборов в законодательное собрание. Потому что после них все эксперты говорили, о, справедливая Россия показала такой хороший результат. Наверное, городская дума будет вообще просто полностью состоять или на большую часть состоять из справедливоросов, учитывая то, что городские округа именно депутаты от справедливой России взяли. И мы не видим сейчас никакой активности ни от справедливой России, ни от новых людей, ни от КПРФ, ни от коммунистов России. Только вот где-то что-то проскакивает, какие-то сообщения и все. Единая Россия, по крайней мере, праймерис провела. А остальные-то чего спят? У нас конец июня уже. Вы все правильно начали свой диалог, свой монолог о том, что справедливая Россия уж после этих законсобраневских выборов точно будет чуть ли не в большинстве в городской думе. Все абсолютно верно подмечено. Не переживайте, избирательная кампания и оппозиционные партии начинаются. Уже вот-вот начинается. Прямо сейчас уже заканчивается формирование пула кандидатов. Кандидаты уже полностью собирают сейчас необходимые документы для выдвижения, для подачи всех документов в избирательную комиссию. И, безусловно, когда эта работа будет закончена по бумажному оформлению кандидатского пула, безусловно, любая политическая сила, оппозиционная или там Единая Россия, начнут полномасштабную избирательную кампанию. Все готовится, у всех все начинается, формируются газеты, листовки, вывески, лозунги у каждого кандидата, собственная политическая повестка, программа предложений и так далее. Все это будет, избиратель это все увидит. Немножко подождите, потому что... Да куда подождите-то? Лето на дворе. Избиратель сейчас разъедется куда-нибудь в Краснодарский край. Избирательная кампания в основном происходит примерно, начинается активная фаза, начинается примерно за два месяца до выборов. Ага, в середину июля надо дождаться. Это стандартная практика, это абсолютно во всем мире так происходит. Никогда избирательная кампания не длится годами, она не длится там ежедневно в течение трех лет, такого никогда ни в одной стране не бывает. Все политические силы копят силы, аккумулируют силы, аккумулируют информацию, пул кандидатов, документы, лозунги, листовки, АПМ, формируют команду избирательных штабов. Вы же знаете, какая это полномасштабная работа, сколько людей работает на выборах. Это огромные команды. И прямо сейчас эта работа завершается. Прямо сейчас подготовительная работа, подготовительные этапы у всех политических партий завершаются. И точно в июле мы увидим активное столкновение идей, мнений, предложений. То есть нас не должно обманывать вот это вот затишье и небольшой перед бурей. Это затишье перед бурей, можно так называть. Впереди выборы в городскую думу для любой политической силы в нашем регионе. Это очень важные выборы, от которых зависит судьба целого над депутатами от Единой России и к ним примкнувшим. Вы знаете, некоторые эксперты вашего оптимизма не разделяют. Говорят о том, что вообще как бы с деньгами не очень хорошо сейчас. И с деньгами на избирательную кампанию оппозиции тоже не очень все хорошо. Деньги брать неоткуда. Мы помним кампанию законодательного собрания. Там были вложены большие деньги, в частности, справедливой России. Единая Россия, наоборот, вроде как поужалась чуть-чуть в расходах своих предвыборных. Ну так писали, по крайней мере. А что будет в этом году вообще непонятно. Я вам скажу, и у Единой России не так много денег. И они точно так же ужимаются на эту избирательную кампанию. И увидеть... Ну в таком случае не будет яркости какой-то. И будет какая-то, не знаю, там вялотекущая такая история немножко. Нет? Ну почему? Нет. Есть же работа с избирателями. Это не обязательно должно выливаться в горы листовок в почтовых ящиках. И 100% завешенные билборды на каждом повороте. Это не обязательно так. Есть работа с избирателями, есть встречи с избирателями, есть партийные мероприятия, митинги, там, митинги в поддержку, митинги против и так далее. Я сейчас задумалась, у нас бывают ли такие... У нас бывают ли такие... Вообще разрешены ли и законодательные, и учитывая все эти поведенные ограничения. Есть разные абсолютно формы политической работы с избирателями. Ножками можно обойти свой потенциальный округ. Это не обязательно выливается в АПМ и в бумагу. АПМ это что такое? Аггитационно-пропагандистский материал. А, понятно, так. Это не обязательно именно это. Это может быть и устная работа с избирателями, и вы ее просто так... Не увидите. Не увидите. Но она идет. Если у вас на радио не размещается такое количество политической рекламы, это не значит, что выборы не происходят. Я сейчас вспомнила, да, фильм «Ищите женщину», там про метро было, правда. Ну ладно. Хорошо. Надеемся, что мы все-таки увидим что-то необычное, что будет действительно реальная конкурентная борьба, потому что, ну, как минимум за этим интересно наблюдать. Даже в день голосования, потому что непосредственно вот тогда все решается, и ты смотришь на сайте избиркома, как меняются проценты. Мы наблюдали за такими процессами, да. Мы видели неожиданные результаты и на местном уровне, и на уровне Москвы. Да, будем наблюдать. Хорошо, посмотрим обещание. Алексей, вы, Алексей, сами-то, кстати, собираетесь, нет, на выборы? Да, безусловно. Вы собираетесь? Собираюсь. Ладно. Буду участвовать. Рекламировать Алексея не будем. Алексей все знают, кто зафиксирует у себя в голове, поймет, что Алексей это Алексей. Еще вопрос по поводу того, насколько, ну, скажем так, насколько вот на этих выборах в городскую думу будет ярким участие тех людей, которые до этого в политике, может быть, не были замечены. Я имею в виду городских активистов. Они превращаются последние годы в достаточно серьезную силу. И я не имею в виду людей, которые выходят на митинги или организуют какие-то там акции протестные. Я имею в виду прежде всего тех, кто занимается решением каких-то экологических, не знаю, там, благоустроительных проблем. То есть мы видим большое количество тех ребят, там, я не знаю, Красивый Киров, еще кто-то, да, кто курирует, либо как-то помогает проектам и благоустройства, и экологическим проектам, и историческим, и культурным, каким только не. И когда вот это вот все начиналось, и это движение уже обрело серьезную силу, тогда эксперты говорили, что вот на выбор в городскую думу в Кирове, скорее всего, мы увидим всех этих людей. Они пойдут в депутаты, и если часть из них пройдет, то жизнь в Кирове может измениться к лучшему. Ну, безусловно, таких активистов, ребят, которые занимаются там проблемами урбанизации городов, экологической повесткой, помощи детям, работой с общественными организациями, таких активистов, безусловно, мы увидим в этой избирательной кампании. И прошедшая избирательная кампания в ЗАГС-собрании показала, что такой активист может прийти в стены парламента госпожа Скурихина, как раз занималась... Ну, от новых людей она шла. Ну, неважно, да, от кого она шла, просто человек попал в ЗАГС-собрание, ведет там, в принципе, активную работу, она занималась экологической повесткой. И занимается до сих пор. Ну, до сих пор занимается, да. То есть такие прецеденты есть, я убежден, что такие прецеденты должны быть, и они только приветствуются. Когда какие-то активисты, интересующиеся одной определенной проблемой, попадают в стены парламента и начинают эту проблему, что называется, ворошить в стенах Думы, поднимать это на паблик и уже в статусе депутата пытаться решить эту проблему. И ведь депутат может писать письма. Если городской активист может написать письмо, но его любой чиновник или там униципальный служащий будет рассматривать исключительно как физлицо, горожанин написал письмо. Вот мы ему в течение 30 дней отписку напишем, что средств недостаточно, извините, но ваш вопрос не будет решен. А когда человек уже в статусе депутата с шапкой депутатской будет писать этому же самому чиновнику по этой же самой проблеме, то, во-первых, и срок ответа будет меньше, а во-вторых, и ответ будет, скажем так, лояльнее. Более содержательный. Более содержательнее, лояльнее и чаще всего этот вопрос рано или поздно будет решен. То есть по собственному примеру, помню, когда мы там бесконечные письма и обращения писали как общественные активисты от молодежных организаций, от каких только мы там не писали, эти вопросы там редко удавалось решать. А когда стал писать на шапке городского депутата, уже в конце была фраза, ваш вопрос мы приняли к сведению, в конце года эта там дорога будет отремонтирована. Ремонтировали дорогу? И в конце года приходишь, эта дорога и там тротуар отремонтирован. Это там зеленая зона, благоустроенная и так далее. То есть эффект шапки депутата, можно так назвать в письме, я думаю, что он работает и таким активистам стоит бороться за кресло депутатов городской думы. Это место, где принимаются определенные решения, где и принимается бюджет, и самое главное, где этот бюджет контролируется. Депутат может спросить любого муниципального служащего, как выполняется та или иная строка бюджета, правильно ли он, эффективно ли он ведет свою работу. То есть, если мы в городской думе увидим хотя бы часть городских активистов по итогам сентября, это будет для города хорошо? Это будет хорошо, безусловно. Видели ли вы заявление исполняющего обязанности губернатора Александра Соколова о том, что властям, городским в первую очередь, надо более активно работать с общественниками? И верите ли вы, что после вот этого вот сообщения, призыва ситуация начнет меняться? Мы видим, что у нас периодически при одном главе администрации есть определенная какая-то группа общественников, как было при Шульгине. Мы видим, как было при, ну как сейчас есть при Дмитрии Осипове, да, у нас есть общественный культурный совет, который Руслан Мамедов возглавляет. Ну, это везде разные какие-то конструкции, разные главы администрации, разных общественников вокруг себя аккумулируют, а предыдущие общественники со своими проектами, они куда-то как бы так в бачок отодвигаются. Ну вот, системно эту работу получится выстроить или нет? Ну, мне кажется, первые дни работы Соколова на посту в Рио показали его открытость, открытость для избирателей, для общества, для СМИ. Мне кажется, что стиль его работы должен передаваться в том числе и на муниципальную власть. Потому что, помните, как только он отчитал Осипова за там определенные проблемы, за определенные косяки в городском благоустройстве. За неготовность к дню рождения города, да? Да, как только человека отчитали, Осипов буквально там через два часа забегал, запрыгал, пятками сверкая, выполняя какие-то там распоряжения и поднимая старые документы. Я видел это обращение, его пост ВКонтакте, лучше бы, конечно, его пресс-служба так не писала, но тем не менее. Я хочу просто акцентировать на этом внимание. Начало заголовка. Все никак не было времени, я все никак не мог посетить, но тут я выделил время и посетил стройку улицы Сурикова. Напомню, что строительство улицы Сурикова на сегодняшний день это самый дорогой проект в городе Кирове. Он там несколько сотен миллионов рублей закапывает в землю там город Вармострой. И этот объект является на сегодняшний день крупнейшей стройкой в нашем городе. И человек начинает свою фразу, что у меня не было времени, и я вот тут решил посетить. И как раз вот посетил он после того, как... После нагоняя. После нагоняя от Соколова. И вот такими фразами лучше вообще не бросаться пресс-службам городской администрации. Да, Алексей, у нас 20 секунд, даже 15 остается до конца эфира. Все-таки не успеваю я у вас спросить про ваше отношение к запросу обвинения пятилетнего срока заключения для Ильи Шульгина. Ну, думаю, что мы, когда приговор состоится, этому отдельный эфир посвятим. Спасибо большое Алексею Кузьмину. Спасибо. До свидания. Предпринимателю депутата городской думы пятого созыва. Особое мнение на 101FM